Предпраздничное настроение было подпорчено жителям Тверского многоквартирного дома по улице Павлова, которые уже не первый день из-за отключения отопления буквально замерзают. Управляющая компания и аварийная бригада на связь не выходят. Через несколько дней в наш регион вернутся морозы. По прогнозам синоптиков температура опустится ниже 15 градусов. Тверичане бьют тревогу. В проблеме разбирался наш корреспондент. В четверг семилетний Арсений не пошел в школу. Ребенок болеет. В квартире холодно. Теплые вещи спасают лишь отчасти. В таких условиях, сетует бабушка мальчика, вылечиться гораздо сложнее. Ногам холодно, рукам холодно. А он вон ходит с соплями. Они даже заявки не принимают. Их нет никого. На телефон они не отвечают. Придешь пусто, закрыто. И как, куда попадать? Что за компания? Я всю жизнь отработала в домоправлениях. Такого никогда не было. Три дня назад в квартирах стало холодать. То, что отключили отопление, местные жители почувствовали не сразу. Но к вечеру, когда трубы уже остыли, начали бить тревогу. Обращались в управляющую компанию, в аварийную службу. Там не отвечают на звонки. Они сразу бросают. Я не знаю даже, что там куда-то они фиксируют наши заявки. Но, одним словом, вчера приехали некто. Посмотрели на крыши, слазили в люк, вентиль. Что-то сделали и уехали. В общем-то, ситуация осталась такая же. Так же холодно. Больше никто ни на что не отвечает. Управляющая компания, аварийная служба с нами не разговаривает. К решению проблемы подключился депутат Тверской городдумы по этому округу Дмитрий Нечаев. Он лично осмотрел трубы и батареи состояния чердака. Пообщался с жителями. К слову, состояние чердачного помещения, иначе как диким не назовешь. Стропила гнилые, окна выбиты, трубы парят и протекают. Под них подставлены также протекающие корыты. А в квартирах от стен отваливаются обои, с потолка капает. Жители вынуждены расставлять по комнатам лоханки для сбора воды. Стены дома испещрены трещинами, а снаружи все карнизы в сосульках. Что свидетельствует о больших теплопотерях. Работников, обслуживающий дом УК, здесь почти никогда не видят. Хотя квитанции жильцы оплачивают регулярно. По словам народного избранника, накануне работники управляющей организации, на обслуживании которой находится дом, все-таки выехали на место. Но то, что они сделали, повергло в шок. Деятели взяли в шифер и дырку пробили, а летом вода потечет. Это вчера они сделали? Да. Ну, дыра. Уже вода течет, кстати. Они просто-напросто кран, который течет, они его не стали менять. Прикрепили к нему какую-то резиновую трубу, пробили дыру в крыше и вывели этот кран с помощью этой трубы наружу. Ну, честно говоря, я, мягко говоря, изумлен такому техническому решению. То есть они усугубили проблемы жителей. Теперь у них эта вода течет по крыше, стекает зимой в холодную погоду, стекает на фасад дома, продолжая его разрушать. Ну, конечно, решением проблемы это нельзя назвать. Мы позвонили в управляющую компанию, на балансе которой стоит этот многоквартирный дом. И вот, что нам ответили. Здравствуйте. Вы позвонили в аварийно-диспетчерскую службу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Оператор ответит на ваш звонок. Спасибо. Ничего, как лирической музыки, нам услышать, увы, не удалось. Мы продолжим разбираться в ситуации. Депутат Нечаев отправил запросы в надзорные организации, в частности, в прокуратуру и госжилинспекцию. Продолжение следует... Продолжение следует...